Победа на скорости, финт перед вратарем и точный бросок. Все исполнено профессионально. Но этим юным любителям хоккея едва исполнилось 11. Игроки в белом представляют город Сызрань. Ребята много тренировались, чтобы показать все, чему научились в финале регионального этапа «Золотой шайбы». На соперников они обрушили всю свою мощь. 26-0. Общий счет за два матча против соперников из Самары и Отрадного. Сызранцы стали лучшими в Самарской области в возрастной категории до 11 лет и последними региональными чемпионами в этом году. До этого золотые медали в категориях до 13 и до 15 лет завоевали хоккеисты из Отрадного. В чемпионате сельских команд лучшими стали игроки из муниципальных районов Волжский и Кошкинский. Всего в соревнованиях приняли участие почти 1300 спортсменов. Такой масштабности удалось достичь благодаря строительству крытых ледовых аренд по всему региону в рамках нацпроекта «Демография». Та поддержка, о которой я сейчас сказал, для нас очень существенная и, конечно же, для нас это значимо. Почему? Потому что в первую очередь количество желающих заниматься спортом, количество приходящих в спорт, в том числе и спорт высших достижений, как раз благодаря этой поддержке. С 2014 года турнир проходит под патронатом полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. В этом году для призеров подготовили не только кубки и медали, но и сертификаты на приобретение хоккейной экипировки. Всех, кто принимал участие, участников, конечно, тренерский состав, судейский, организаторов этого великолепного турнира, хотел бы поблагодарить, потому что большое дело делаем. И думаю, что оно будет продолжаться, а количество участников и команд будет возрастать. Победители регионального этапа представит Самарскую область на всероссийских соревнованиях, которые состоятся весной. Сергей Кизоркин, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.